Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я знаю, ты давно очень занимаешься музыкой, ну, с какого, с... С 15 лет. С 15 лет. А сейчас? С 17 лет. Чтобы все понимали. Сейчас. Сейчас? Я, спасибо. Сейчас мне 27. А, то есть, значит, очень давно. Была и есть группа Чебоза. Есть. Да, и был у нее тоже свой хит, да, Рика, кавер на песню Eminem's Stand. На какое-то время он выстрелил, потом что-то поутихло все, а вот Вася Обломов, сольный проект, песня Магадан, неожиданно выстрелил. Получил песню Года. Получил песню Года. То есть, как, собственно, и... Как и в песне, да. Как и планировалось. А это рассчитанный успех? Конечно, нет. Но вы же слышали песню. Ну, я слышал песню, но она достаточно коммерческая. Мне кажется, если послушать песню непредвзято, без... Безотносительно того, что с ней произошло уже, мне кажется, трудно представить себе человека, сочиняющего эту песню, с желанием заработать. Да нет, подожди, раз. Как троянский конь. То есть, там... Она же по смыслу, она очень ужасная. Чудовище. Ну, как ужасная. Она правдивая, и как раз она интернет-песня. Ну, так глупо рассчитывать на то, что с правдой ты заработаешь коммерческий успех. Не, ну, она правда с элементом дурачества. А дурачество сейчас очень прибыльно. Это сарказм и ирония. То есть, ну, я не думаю, ну, как... Я же не наврал, там все правда. И правда там не очень... На мой взгляд, вообще песня не смешная, она грустная. Но... Такая, какая есть. Что-то в тренде самоиронии, вот все люди, про которых... Ну, это не ко мне. Я вот человек не... Ну, в смысле, я попался с ним. Это единственный выход жить. Быть самоироничным, а не как Газманов серьезно к тебе относиться. К семье. Да, писать там классные патриотические песни. Для... У тебя нет такого. Ну, хотя... Классные патриотические песни... Цель, цель это одинаковая. Ты же тоже пытаешься возникнуть. Нет, ну, как... У меня нет задачи, там, петь на Красной площади. У меня... А придется. Богатание. Ну, кстати, у меня есть песня, с чего начинается Родина, я ее там и спою. Но это уже будет другая Россия. Абсолютно другая история. Безотносительно смысла, да, этого. Да нет, мне кажется, смысл... Ну, если человек не врет, то смысл творчества в принципе в творчестве. Ну, то есть, вот эта вся шелуха, когда человек говорит, что я работаю для вас, там, публика, выходит, и там, я дарю вам эту песню. Родные мои. То есть, ложь, это вообще глупости. Человек пишет все это для себя. Задача художника – нарисовать картину максимально круто. А что с ней будет дальше, это уже не важно. То есть, ее могут там... Это, конечно, очень приятно, когда это признано всеми. Но вот мне сказал Михаил Боярский, он говорит, ну, пиши. Он говорит, если сейчас не оценит, потомки оценят. Пиши. Главное же... Правда, всегда победит, даже если погибнет в бою. Коперайт Макаревич. Вась, а вот у меня как музыкальный ритик, я всегда волнуюсь. Вот ты эту песню писал, это правда, действительно, там, как у Чехова, у наших любимых, ироничных писателей. И грустно, и смешно. Но ты в Магадане-то был? Или ты по Гуглу карты Гугла посмотрел? Нет, я на самом деле в Магадане побывал после. В марте этого года я был в Магадане, наконец, с этой песней. У тебя были бодигарды? Разорвал пусто, были. Как у настоящих рэперов? Были бодигарды, но они были в клубе, где я выступаю. Потому что там очень суровая история. Народ принял? Принял, были... У меня было там куча телеинтервью, радиоинтервью. То есть, это было такое событие, и там... Были звонки в эфир из серии, там, говорите, у вас есть вопросы? Да, ну какие вопросы? Я просто увожу, хотя за нормальную песню. Ну, вот один в один, то есть, знаешь, такая пророческая песня оказалась. Один в один пока... Пока только Потанин еще, по-моему, на корпоратив не пригласил. Это секрет. Очень важная тема в том, что когда мы ехали в Магадан, мой директор Руслан спросил у приглашающей стороны, он говорит, есть один очень важный вопрос, после которого мы решим, сотрудничать с вами или нет. Да, 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 конечно. Вы понимаете, что песня не про Магадан? А вот так вот. Они поняли. Поняли? Конечно, мы вменяем, конечно, они очень вменяемые люди. Пользуюсь, чем передаем им большой-большой привет. Очень душевно встретили, очень круто. У них был вариант, что так просто набросал, как бы, да, и без какого-то смысла. Есть люди, которые думают, что я отсидел, и что... А есть люди, которые думают, что это вообще Михаил Круг поет. Есть очень много разных людей. Еще одну твою песню. Это правда. Кусочек, по крайней мере, очень смешная. Крутим ее регулярно у себя на радиостанции. Тут важный текст. Сейчас это только запустится, наша техника. Готовься к вопросу. Да, пока запускается, мы же послышим. Скажите, в вашем творчестве текст или музыка будет самым важным. Сейчас послышим. Где? Буквально пару. Конечно. Начальник, обманщик, жадный, проклятый, не заплативший денег, зажавший зарплату. Несчастье тебе, бед, разрухи до горя. Присук твоему бизнесу, дефолт твоей конторе. Позор тебе, сволочь, гадина, жадина. Желаю, чтоб твой логотип оказался краденым. Желаю, чтоб твой слоган использовался кем-то. В коньяк тебе мочи, в кокаин тебе цемента. Типов на язык, гербис на лоб, штаны геморроя. Желаю, чтоб тебе аренду подняли втрое. Желаю, чтоб тебе откаты не катились обратно. Чтоб тебя секретарша заразила, чем непонятно. Желаю, чтоб твои вклады вернулись в потерю. Желаю, спецназ, в масках тебе в бухгалтерию. Чтоб твоя баба к массажисту переехала. Желаю, чтоб тебе в бампер пол трамвая въедет. Ну, я прям усилием воли остановил, потому что она же без пауз. Она прям таким сплошным потоком мысли идет. Но это же явно прям... Чтобы ФСБ интересовалась аккуратно, чтоб за тобой наружка велась и всем это было понятно. Нет, самое смешное, чтобы ты правозащитникам и блогерам нравился. Потому что это прям такой тонкий юмор. Чтобы менеджменты у тебя даже денег не брали. Текст? Леонид Коганов. Леонид Коганов. Коганов. Заговаривается к ночь уже. Подожди, ну это же тоже прям вот прям такой стебаловый стебаловый. Четко выверенное, смешное, с очень аккуратными шутками. Ну он сам сидел, смеялся. Ну, само собой. У меня вот эта такая смешная, она получилась действительно смешная. Музыка в стиле гайдая. Я вообще очень рад, что у меня так получилось. То есть, конечно, вот и... Ну опять же, тут же весь смысл. Это песни про всех нас. Ведь страна делится на тех, кто руководит, и тех, и то большинство, кем руководят. А песни и клип, они же обо всех. Там уже у работников, у него одноклассники открыты. Ну да, поэтому я говорю, ты пытаешься открещиваться от какой-то сверхидеи какой-то. А вот все песни, они социалочки с такой. Я скажу так. Важно, что... Ой, нельзя так говорить в эфире, сейчас я перефразирую. Ну, если безусловно, можно. Давай, 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 что ты хотел сказать. После часа ночи, главное, чтобы безмаза. Нет, главное, чтобы песня не получалась унылым говном, я хочу сказать. Что в песне очень важно, чтобы она цепляла некие струны твоей души, если можно так выразиться. То есть, чтобы после песни оставалось что-то, то есть, чтобы она заставляла тебя, я не знаю, радоваться, смеяться, плакать, там, я не знаю. Вася Обломов, музыкальный проект, он очень такой, он категоричный. То есть, если это слезы, то это коленом в глаз. А если это смех, то это от души. То есть, и в этом смысле все конкретно. Хуже всего, когда ты послушал песню, и вот, и кому-то я не слушал, музыка для лично не осталась. Хуже всего, что если ты будешь с рэпером или хип-хопером американским, ты не сможешь вот эти все гадости объяснить, почему тебя должна секретарша заразить или там, зажали зарплату. Зарплату, как зажать зарплату? Я не в других странах. Спецназ в масках, в бухгалтерии. Ну, это какие-то, да, абсолютно реалии. Ну, круто, да. Это как бы обо всех, это обо всем, это тоже наша жизнь, и смешно, грустно. Но мне кажется, несмотря на то, что какой бы жизнь была ужасной, всегда нужно как-то на нее смотреть такой, ну, как-то... Повеселить. Иронично, да. Потому что, ну, как-то вешать виселицу над кроватью, это же как-то совсем... Ну, как говорят, еще последний вопрос, короткий прям. Ритм употребила слово рэпер-хип-хоппер, относишь себя к ним или просто такой сам по себе? Сам по себе. Я на самом деле, ну, может, я и барда поедаю чуть-чуть их хлеб. Барт. Современный интернет-барт. Штаны не широкие. Да, ну Кровосток-то слушал. Нет. Да ладно, ни одной пластинки. Ни одной пластинки. Ни одной песни. Половину песни и выключил до того момента, когда пошло то, что не надо говорить в эфире. Ну, я понял. Там у них, да, такое, что не надо говорить в эфире. Ну, давай. Давайте, да, еще одно музыкальное произведение от Вася Обломова. Как оно? Милиционеры называются? Она песня называется... В какую камеру мне нужно говорить? Давай вот эту. Я хочу сказать, что это песня, которая повествует... Это песня о простой человеческой, житейской радости, которую испытывает каждый человек, который работает в органах внутренних дел. Мы сейчас будем к настоящей рэперу. Эта песня называется «Кто хочет стать милиционером?» Ну, е! Я работаю в милиции, младший сержант Василий. Работа, конечно, опасная, но мне по силам. УВД Ворошиловского района Ростова-на-Дону окончил школу милиции в 95-м году. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея в том, что я главный, и я всех имею за распитие спиртных напитков в неположенном месте. Детки, а ну-ка, скинулись мне все вместе. Ездим с пацаками по району, стрижем капусту. Летом народу полно, зимой не густо. План поимки преступников всегда выполняем. Если кого не досчитаемся, прохожими добираем. Могу найти у тебя, к примеру, пакет травки. Не заплатишь, процесс будет круче, чем у Франца Кавки. Судья местный тоже не просто на подъем, его прайс-лист начинается цифрой в 1 миллион. Ну а там, как следователь перепишет дело. При аресте рядом обнаружили мертвое тело. В конечном итоге ты заплатишь и сядешь, мой друг. В машине заливается Миша Круг. Проверяем документы лиц кавказской национальности и лиц, относящихся к разной степени маргинальности, отрабатывать приемы и прочие боевые умения. Ходим в камеры предварительного заключения. Не, мамаша, это он просто упал. Кто хочет стать милиционером, 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 кто хочет стать милиционером, милиционером, вы где? Кто хочет стать милиционером, 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 кто хочет стать милиционером, милиционером, вы где?